Клавиатура вместо шариковой ручки в Приднестровье продолжается переход на электронный документооборот. В этом году в режиме онлайн можно будет оформить 42 вида госуслуг. О необходимости дальнейшей цифровизации страны указал президент в своем ежегодном послании к органам государственной власти. Подробности у Юрия Чернявского. В этом году в тексте президентского послания к органам государственной власти много таких терминов, как интернет, цифровизация, электронный документооборот. В ходе полуторачасового обращения Вадим Красносельский произносит эти слова десятки раз. Современные технологии, считает глава государства, должны искоренить бюрократию. Вот один из президентских тезисов. Подолжить работу по переводу госуслуг в электронную форму, цифровизации всех сопутствующих процессов и созданию баз данных, содержащих результаты, оказанных ранее госуслугу, для уменьшения количества документов, которые запрашиваются у граждан юридических лиц. Войну бумажной волоките государство объявило еще три года назад. Тогда заработал портал госуслуг. Это интернет-ресурс, где любой гражданин может заказать справку или выписку, не выходя из дома. Например, справку о пенсионном учете, документ о праве на льготы, свидетельство о регистрации индивидуального предпринимателя. В этом году в режиме онлайн можно будет оформить уже свыше 40 видов госуслуг. В данной сфере имеются справки Единого государства фонда соц. страхования, Министерства по социальной защите и труду, справки органов ЗАГС, в том числе справки о первичном браке, не уступлении в брак. Можно заказать справки Министерства внутренних дел и часть услуг Министерства просвещения. И дополнительно мы запустили в конце года часть услуг Министерства финансов, которые будут интересны больше индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам. По мнению президента, цифра в прямом смысле должна проникнуть во все сферы деятельности государства. Обращаясь к органам власти, Вадим Красносельский отметил, прокуратура должна реагировать не только на письменные заявления от граждан, но и на жалобы через интернет. Отдельное поручение президента создать госархив электронных документов, что-то вроде единой базы данных, доступ к которой будет у любого ведомства. Министерства между собой также переходят на новый электронный уровень обмена документацией. На сегодняшний день электронный документооборот полностью запущен в аппаратах органов власти. Это министерства, государственные службы, государственные администрации, суды высшие. То есть в аппаратах он функционирует. В дальнейшем сейчас ведется работа подключения территориальных органов власти. Подключение подразделений структурных, что обеспечит полноценное взаимодействие как с верхней частью в аппаратах, так и с более районными подразделениями. Ответственность за качественный переход на цифру возложена на новое ведомство Министерства цифрового развития связи и массовых коммуникаций. Указ о его создании президент подписал в конце прошлого года. Юрий Чанявский, ТСВ.